МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия в Карелии. Там на озере утонули дети. Группа отдыхающих, 47 детей из оздоровительного лагеря и четверо инструкторов отправились в поход на лодках. Они попали в шторм. Лодки перевернулись. 11 детей и один инструктор не смогли выбраться на берег. Еще трое считаются пропавшими без вести. Их сейчас продолжают искать МЧСники. Пятеро спасенных нуждаются в медицинской помощи. Их доставили в больницу. Трагедия произошла накануне, но известно о ней стало только сегодня. Все погибшие – москвичи. Детям было от 12 до 15 лет. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Один из инструкторов лагеря задержан. В Главном управлении МЧС по Карелии заявили, что о надвигающемся шторме было известно заранее. И что ведомство массово рассылало новость о неблагоприятных метеоусловиях. Они также утверждают, что туристическая группа не была зарегистрирована и отправилась в поход на озеро, не предупредив спасателей. Переполов в Брюсселе. Там из-за бесхозных чемоданов эвакуировали железнодорожный вокзал. По словам полицейских, служба безопасности вокзала обнаружила несколько подозрительных чемоданов неподалеку от камер хранения. Движение поездов остановили. Кроме вокзала, в целях безопасности были эвакуированы также жители ближайшего отеля. Впрочем, тревога оказалась сложной. Саперы, прибывшие на место происшествия, не обнаружили в чемоданах взрывчатки. Найти хозяина подозрительного багажа пока не удалось. Повышенная внимательность бельгийских полицейских связана с тем, что вчера в Брюсселе по подозрению в подготовке терактов были задержаны 12 человек. Троим из них предъявлены обвинения. По мнению полицейских, они собирались атаковать болельщиков на Евро-2016. В связи с этим все основные административные здания Брюсселя были взяты под усиленную охрану, а в городе ужесточили меры безопасности. Польский министр ответил Штайнмайеру. Слова главы МИД Германии, который раскритиковал учения НАТО в Восточной Европе, его коллега из Варшавы назвал свидетельством двойного стандарта. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обратился к Штайнмайеру с прямой речью. Он сказал, что у Германии и у главы немецкого МИД лично есть несколько плоскостей для переговоров с Россией. Например, нормандский и минский форматы, где говорят о ситуации на востоке Украины с участием Украины, России, Франции и Германии. А значит, никто не запрещает ему вести переговоры с Москвой. По словам польского министра, одна часть правительства Германии направляет военных на учения «Анаконда-2016» отрабатывать защиту Польши в случае вторжения с востока, а другая часть кабинета ставит под сомнение правильно с такого шага и спрашивает, стоит ли махать саблей и ездить танками у российской границы. Глава МИД Польши просит официальный Берлин определиться с тем, какая из этих двух позиций является приоритетной. Гуманитарная помощь для беженцев стала причиной международного скандала. Власти Франции запретили доставку в свою страну груза, который предназначается для нелегального лагеря мигрантов в Кале. Они говорят, что сделали это, цитата, из соображений безопасности. Британцы возмущены и обвиняют французов в расизме. Это просто позор. Они говорят, что в стране есть угроза терроризма, что у них проходит футбольный матч, и потому они должны особо тщательно контролировать все грузы. Но люди там нуждаются в этой помощи. Эта партия должна стать самой большой в истории Великобритании. И там эти грузы ждут. Чтобы убедить французов пропустить гуманитарный груз, благотворительные организации устроили акцию протеста. 250 машин ездили по Лондону с флагами и сигналили, пытаясь привлечь внимание к судьбе гуманитарки. Основной звуковой удар пришелся по посольству Франции в Великобритании. В конце концов, гуманитарный груз все-таки отправляется из Лондона с опозданием на сутки. 250 автомобилей, грузовых и легковых, выдвигаются из британской столицы в сторону Кале. Организаторы акции надеются, что на этот раз, когда проблема привлекла внимание мировых СМИ, французы не посмеют развернуть их у своих границ. Пан Гимун встретился с беженцами. Генсек Организации Объединенных Наций посетил остров Лесбос, который стал основным пунктом въезда беженцев в Европу. Он призвал страны региона к гуманному отношению к беженцам, основанному на уважении прав человека. Генсек ООН призывает страны Европы не закрывать границы, не допускать проявления нетерпимости в отношении перемещенных лиц. Проблема усугубляется. Каждый день по всему миру тысячи семей продолжают покидать свои дома. Каждый день 450 беженцев тонут в море. Задержание этих людей не является способом решения проблемы. Давайте вместе работать над тем, чтобы расселить этих людей, предоставить им возможность интегрироваться и стать своими на новом месте. Только за прошлые годы из Турции в Грецию через Игейское море попали почти миллион беженцев. Тысячи человек при этом утонули. Сейчас на греческих островах остаются около 8,5 тысяч бегущих от войны. Подавляющее большинство из них хотят остаться на территории Греции и подали прошение о предоставлении убежища. Кроме этого, около 55 тысяч мигрантов находятся на территории материковой Греции. Они хотели бы попасть на север или запад Европы, но не могут сделать этого, так как Македония не пропускает их на свою территорию. Российские футбольные болельщики, депортированные из Франции, вернулись в Москву. Они утверждают, что не причастны к беспорядкам в Марселе, а всю вину за побоище возлагают на организаторов Евро-2016 и полицию. Именно организация Евро с точки зрения безопасности полностью провалена. Постоянно идут беспорядки на трибунах, постоянно идут драки. У нас официальная группа, он все еще не ушел, однако зачем-то именно пошли по простейшему пути и взяли просто списки проживающих в отеле и всех задержали. А реально, у тебя есть беспорядки, Марсель никто не знает. По словам Шпрыгина, депортированным россиянам поставили обычный штамп о выезде, и они, если захотят, смогут вернуться во Францию. Тем временем, высокопоставленные чиновники в правительстве Великобритании считают, что насилие российских хулиганов на Евро-2016 было санкционировано Кремлем и сейчас изучают связь событий с режимом Владимира Путина. Об этом пишет The Guardian. По мнению чиновников, значительное число участвовавших в драках и нападениях россиян являются сотрудниками силовых структур России, а, значит, беспорядки, санкционированные Путиным, это продолжение того, что называют гибридной войной. По данным британской газеты, после вспышки насилия в Марселе в Твиттере были массово созданы фейковые аккаунты. Через них распространяли мнение о том, что российские болельщики были спровоцированы, а высокопоставленный российский парламентарий написал в Твиттере «Молодцы, ребята, так держать!» Двое английских болельщиков до сих пор находятся в коме и борются за свою жизнь. Русские фанаты напали на них с молотками и железными прутьями. На Крите начался Всеправославный собор. Это первая встреча предстоятелей православных церквей за более чем 1200 лет. Святой и Великий собор Православной церкви начался с Божественной литургии в соборе Святого Мины в городе Ироклеон на греческом острове Крит. Богослужение провел Вселенский патриарх Варфоломей. Нынешняя встреча отцов церкви – историческая. Представители православных церквей встречаются впервые со времен раскола, происшедшего более 1200 лет назад. Ожидалось, что участие в соборе примут более 300 епископов из 14 поместных православных церквей. Однако незадолго до начала собора патриархаты Русской Православной церкви и православных церквей Грузии, Сербии, Болгарии, а также лояльного к сирийскому президенту Башару Асаду, антиохийского патриархата в Дамаске, отказались участвовать в соборе. Участие более 170 епископов. Планируется, что Всеправославный собор продлится до 26 июня. Среди тем для обсуждения – решение о предоставлении автокефалии Украинской Православной церкви. Верховная Рада в четверг обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой признать УПЦ независимой от Москвы. С инициативой выступила группа народных депутатов, но готовили обращение в сотрудничестве с представителями Украинских Православных церквей, в том числе и проукраинского крыла Украинской Православной церкви Московского патриархата. Британия, останься! Мы тебя поцелуем! В разных городах Европы сегодня поцелуйная акция. Дружеским чмоканьем в щечку европейцы хотят убедить британцев проголосовать против выхода Соединенного Королевства из ЕС. Референдум по этому вопросу запланирован на 23 июня. Это символическая акция. Цепь поцелуев начнется тут, в Риме. Потом пройдет через Берлин, оттуда в Париж и закончится в Лондоне. На следующей неделе решится наша общая европейская судьба. И мы хотим показать Британии, что любим ее. В итальянской столице желающие поцеловаться ради благого дела собрались у Колизея. Организаторы акции считают, против такого аргумента даже сторонники Brexit просто не смогут устоять. Поцелуй – это символ любви, и своей любовью мы хотим остановить правых радикалов. Всех тех, кто сейчас думает не о любви, а о ненависти и разделении. Мы хотим сказать, что любим даже их. В Берлине целоваться решили перед Бранденбургскими воротами. Для участия в акции тут собрались несколько сотен горожан. Передать поцелуй по такой длинной цепочке – дело небыстрое. Участники акции держатся за руки. Кто не успел встроиться в цепь, украдкой получает внеплановый поцелуй. Сам этого не заметив, в акции поучаствовал спящий в коляске ребенок. В конце цепочки поцелуй под аплодисменты передают по видеосвязи в Париж. Оттуда он после аналогичной акции отправится в Лондон. А желающие остаются целоваться на площади, уже без всяких политических целей.